Доброе утро, Раф. Не очень понял в итоге совет, что делать, когда желание получать останавливает и не даёт силы. Вот как сказано, что иногда оно говорит ему, что усилие превышает оплату, поэтому я не дам тебе сил для работы. Так в чём проблема? Проблема только, что мы забываем, что это приходит от Творца, не чувствуем, что это приходит от Творца. Но в тот момент, когда ты понимаешь, что это препятствие, которое есть перед тобой на пути к окончательному исправлению твоей души, то ты как-то продвигаешься. Даже хотя это препятствие перед тобой, потому что здесь зависит от важности цели. Есть передо мной цель и препятствие. Важнее ли цель? То, чтобы пройти это препятствие или препятствие останавливает меня из-за отсутствия важности цели. Я сдаюсь, я сижу перед препятствием и не сдвигаюсь. Всё зависит от важности относительно препятствия и цели. И тут у тебя есть группа, которая может пробудить тебя. И, конечно, сила группы изначально так построена, что ты можешь пройти все препятствия. А вот в этот момент просить силы у группы, это в молитве, это как? Кен, кен, кен. Да, да. Просить сил у товарищей, у группы, просить у них, чтобы помогли тебе, что давайте вместе помолимся. Потому что, как правило, то, что ты чувствуешь, так ощущают все, более-менее. Группы становятся очень однородными. То есть просто все скоро выйдем на общий одинаковый уровень. Так это, конечно, каждый согласно своим свойствам, согласно силам, которые в каждом из нас, силам характерны для него, но уровень, по сути дела, у всех будет одинаковым. Это признак того, что мы продвигаемся к объединению, признак того, что мы продвигаемся к последнему поколению. Вот еще можно, извиняюсь. Вот дело в том, что, когда кончаются силы, то в этот же момент почему-то забываешь и о молитве часто. Как с чем это связано? Это из-за отсутствия связи с группой. Если бы ты был соединен с группой, ты бы не забывал. Ты бы работал не с своим личным ощущением, а с общим ощущением группы. Вот. Так что, обрати внимание на это.